Село Тольский Майдан в Лукояновском районе полноценно живет только ночью. Все потому, что только по ночам там появляется вода. Да и это сильно сказано, ведь вода течет из кранов тончайшей струйкой, и пользоваться практически невозможно. Такая ситуация длится уже месяц. Люди в Лукояновском районе добрые, жизнерадостные, они решили, что будут творчеством бороться с этой проблемой. Написали про свою беду песню и отправили всем чиновникам. А у нас тряслась беда. Из кранов не льет вода Целый месяц без воды Ни туды и ни сюды У нас обстановка с водой так накалилась, поэтому мы решили, что интернет – великая сила. Решили вечером вот так вот попеть. Причем мы даже не репетировали с первого раза. И друзьям отправили это видео. Мы просто просим помощи. Это уже крик о помощи. Надо башню подчинить. Труп не можем мы добыть. Даже в центре областном Не нашли их днем с огнем. У нас нет воды. Вообще от слова совсем. Ее нет последний месяц. Совсем нет. То есть она только ночью появляется тоненькой струйкой. Машинка даже не включается. Башня, о которой шла речь ранее, которая принадлежит сельсовету, о введении, так скажем, водоканала, она вот как раз и раздает воду по селу. То, что сейчас подключено, ее в народе называют резервная башня, она дает нам воду как раз-таки только ночами. И струя толщиной со спичку. Да к тому ж водоканал. Трубы старые уж сдал. Трубы старые уж сдал. Ой, на металлолом. Нам говорили изначально, что вроде как насос сгорел, потом там труба какая-то сломалась, а потом и вовсе перестали отвечать на вопросы. Вот, пожалуйста. Воды нет. В туалете ведро. Тазик постоянно уже здесь лежит. Посуду моем. У меня четверо внуков. И приемный ребенок. Пятеро детей все лето. Живу без воды. Вот напор воды. Я вам демонстрирую спичку, чтобы было понятно это. Это сегодня еще шикарно. Она течет днем. Обычно даже этого днем нет. А мы вообще не спим. Мы днем работаем. А ночью мы набираем воду. Потому что она кое-как появляется. Кто-то где-то выключает, кто-то перестает. Ну, кто-то, наверное, спит, отдыхает. В это время вот у нас немножко появляется вода. Мы находимся около водонапорной башни. Загвоздку во всем вот здесь вот, я так понимаю. Лежит насос. Лежит вот кабель. Были сначала, похоже, вот такие железные трубы. Водоканал их убрал. И, похоже, ну, вот сдали они, куда уж они сдали, мы думаем, на металлолом. А купили вот такую пластику, которая под давлением воды лопнула. И вот уже она неделю здесь лежит. И дел никаких нет. Человечески мы не мылись месяц. История о том, почему у людей так долго нет воды, звучит как настоящий блокбастер. Местные администрации сообщили, что они уже готовы были все починить. И оборудование купили. Но что-то пошло не так. То есть воду этого обеспечено, но она как бы поступает нерегулярно к вам туда. То есть только вечером, из-за того, что там вышел из строя насос, глава вашей поселковой обратился к нам за помощью. Оказать ему помощь. После того, как мы уже к ним обратились. Да, 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 начали, да, обратились. То есть оказать помощь в приобретении насоса. Глава, естественно, сразу приняла решение о выделении вам средств. То есть средства были сразу же выделены. Насос был приобретен. Опустили насос на пластиковой трубе. Десяти атмосферной. Я с ними, конечно, ругался. Сказал, что труба эта неминуемо лопнет. И никакие доводы не принимали. Опустили этот 13 июня насос. И он работал до 23 июля. Труба терпела. И все, перестал работать. Перестал. Говорят, надо устранять туда-сюда. Когда стали вытаскивать, трос сразу оборвался. Все, все туда улетело, скважину. Водоканал привезли обсадную трубу, которая, пояснилось, вышла из строя вместе с насосом. Когда доставали. Ну, там ряд есть и объективных, и субъективных проблем. Потому что утопили еще насос. Мы все знаем. Да, да, да. Потом его начали доставать. Если после обеда сейчас обсадная труба привезется, то сегодня вечером у вас вода будет. То есть насос опустится, и вода будет дана. И действительно, жители села сообщили, что вода у них появилась днем и с хорошим напором. Субтитры создавал DimaTorzok